Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины художников, описание к этим картин по книге Великий музей мира. Питер Брегель Старший. Христианский танец. Около 1568 года. Дерево масло. 114 на 164. Христианский танец. Картина, задуманная как парная к работе крестьянская свадьба, хотя и походит на нее стилистически и передает совсем иную атмосферу. Очевидно, что изображаемый художником сельский праздник имеет религиозный характер и связан с почитанием Богородицы или какого-либо святого. Однако у героев Брегеля никаких добрых чувств это торжество не пробуждает. Автор подчеркивает совсем иное. В сцене безудержного веселья царит греховное забытие. Церковь виднеется вдалеке, но, кажется, о ней никто не вспоминает. Изображенный на первом плане танцор, выделяющийся заносчиво уверенностью в себе, с дерзким и лихим вызовом выпирает ногой, образовывая двумя соломинами крест. К его шляпе прикреплена ложка, символ чревоугодия. А к платью его партнерши ключ и кошелек, означающие «крастолюбие». Воззание перо на головном уборе молодого человека, сидящего рядом с фолынщиком, свидетельствует, что он одержим гордыней, гневом, охваченной, готовой начать драку, пьяные гуляки за столом. На тот же грех указывают и выставленные на показ сабли и нож. Сладострастие символизирует обнимающаяся парочка. Чтобы смысл сцены стал еще более очевидней, Брегель изображает на переднем плане брошенную на землю ореховую скорлупу, образ, отсылающий зрителя на герландские пословицы от человеки, променявшего спасение на лесной орех. Буйство греховных страстей разыгралось в большой церковный праздник. Справа на дереве укреплен образ Богородицы. Но люди отринули помышление о святости и, повинуясь лишь своими инстинктами, делают все наоборот. Художник уводит зрителя в перевернутый мир, живущий по законам карнавала, где властвует природное стихийное начало, неудержимое и разрушительное. Возможно, что данная картина была откликом автора на произошедшие двумя годами ранее в Нидерландах народное восстание, вызванное распространением идей кальвинизма и названное иконоборчеством. Грузные и тяжелые сельские танцоры, поражающие грубой, преувеличенной монументальностью и движущие в бешеном ритме, могли символизировать безудержную мощь народного возмущения, которое, переходя в бунт, сметает все на своем пути. Бригель точно улавливает характерные жесты, позы и мимику крестьян. Реальные жизненные наблюдения он воплощает в типические узнаваемые образы. Выдвинутые на передний план и отчетные обобщенным контуром фигуры, значительно вырастая в масштабах по отношению к дальнему пространству, превращаются почти в памятники. Через давание зеленых, черных, красных и белых пятен подчеркивает пульсирующий ритм танца, усиливая впечатление пихреобразного движения. Резкие перспективные сокращения показывают размах стремительной пляски, в которую люди вовлечены некой грандиозной силой, словно врывающейся в поле картины извне. Вот такое описание к работе Питера Брегеля-старшего «Крестьянский танец» около 1568 года, текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин